Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем «Утро на Болткоме». Сегодня у нас гостя, как мы анонсировали, депутат Сейма от фракции КПВ ЛВИ Нина Кусит. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, я думаю, что радиослушатели, которые следят за политическими новостями, я в курсе, что как раз в субботу минувшую был конгресс КПВ ЛВИ, весьма такой знаковый, где фактически партия решала, как же дальше. Были разные прогнозы, разные мнения, в том числе ваших однопартийцев, о том, как дальше работать в этой партии. Даже прозвучала такая идея, по-моему, от господина Закатистова, который был избран председателем правления, что, может быть, даже стоит каким-то образом поменять название, вот сделать такой рестарт. Ну, я так понимаю, пока КПВ ЛВИ осталось вот с прежним названием. Как вы оцениваете ситуацию вот в партии? Ситуация сейчас в партии, я считаю, очень хорошая, потому что именно в Конгресс показал, что нет такого очень, ну, накалённого, может, накалённой ситуации. Довольно спокойно прошёл. Ну, конечно, есть очень много товарищей, которые, может, немножко, ну, не понимают нашу сейчас ситуацию с господином Каменчем, но все, которые не хотели работать с нами, все уже ушли из партии, и я надеюсь, что в дальнейшем это приведёт только к развитию нашей партии. Вот что касается Каменча, ну, мы знаем всю эту эпопею, он много делал разных заявлений, в том числе призывал партию к самоликвидации, потом, правда, сам написал заявление об уходе, но вот тем не менее, ведь и на Конгрессе, я так понимаю, что было 2-3 человека, которые были крайне раздражены происходящим в партии, и которые говорили о том, что надо было всеми путями сохранить Каменча как одного из учредителей, потому что был ещё и Гобземс, нет ни одного, ни другого, вот, может быть, как бы вы это прокомментировали? Ну, конечно, Камень очень много сделал для партии, я тоже считаю, да, но, видите, год я отработала во фракции, да, и видела все эти происходящие изменения, и, ну, он действительно не приходил к нам ни на фракции, очень мало когда приходил, когда решались действительно очень глобальные решения, ну, и самое главное – это управление, да, которое почти полгода не могли вообще собраться, потому что в управлении были 3, значит, эти руководящие, да, это было Линдоли, Пенет, Артус и Атис, и они никак в течение полгода не могли собраться, да, или один не может, или другой, и потому решили, что сейчас поменяется устав, да, партии, и сейчас будет только один Прекшедатор, да, который действительно руководит вот этих 9 вместе, сейчас 9 членов, да, управления, и она будет способна работать, она будет способна собраться или раз в месяц, ну, решать все проблемы, которые должны решаться в партии, это самое главное, если полгода мы не можем собраться, ну, какие решения мы можем принять для партии, для наших выбирателей, для нашего дальнейшей работы, и сейчас, я думаю, что Атис справится, и 9 членов будет успешно работать. Да, ну вот, если мы посмотрим на правительственную коалицию или правящую коалицию, в составе которой находится КПВРВ, то, в принципе, вот со стороны кажется, что КПВРВ какой-то определенный, так, мягко говоря, ориентир потеряла, потому что вот те же новые консерваторы, которые считаются, как бы, новая политическая сила, которая представлена все ими, все время выходит с какими-то инициативами, с какими-то заявлениями, да, можно по-разному оценивать те или иные их действия, но, тем не менее, они как бы на виду. КПВРВ, вот такое ощущение, что как-то потерялось, может быть, проблемы в отсутствии идеологии, или, может быть, нет каких-то интересных инициатив, но вот если так спросить, наверное, избирателей, а какой законопроект, может быть, интересный внесло КПВРВ, что сделало, с каким-то громким заявлением выступило, ничего сразу на память не приходит. Не, ну, громкие есть, очень много мы работы делаем, очень много, действительно, и тауцемницей, и комиссии, и про некусто маи по шуманоду окле, и про лекарства, да, сейчас идут и разговоры, и мы боремся именно за 5% партика с продукцией, да, так что это все… Имейте в виду ПВН, да? ПВН, да, 5% ПВН, именно мясо, рыба, да, и молочные изделия. Ну, понимаете, в коалиции есть так, что, который громче кричит, тот, ну, считается, что он больше сделал. Ну, коалиция работает успешно, и то, что 5 партий в коалиции, вы понимаете, что есть, что в организации 5 человек, и каждый кричит по-своему, да, как вместе это сорганизовать. И спасибо Каринше, что он может это все как-то уладить, и больше года уже работает коалиция. И я не считаю, что мы мало что-то сделали, то, что мы, может, не кричим, да, это может плохо, но мы в своих отделениях это объясняем своим выбирателям, наши выбиратели это знают, что мы делаем, и я считаю, что это самое главное. Но сейчас после Конгресса мы имеем все право уже больше насчет вот своих работ рассказывать всем, да. Ну, особенно всегда это определяет ВАЛДы, да, но так что у нас не было такой, да. Сейчас уже будет уже больше работать, мы знаем, что нам надо, мы помним свою программу, и мы постараемся выполнить свою программу. Не все как, конечно, невозможно все выполнить, но всегда идем к лучшему. Нет ли у вас опасений, что в результате вот новые консерваторы, если так можно сказать, своего добьются и каким-то образом выдавят КПВЛВ вот из коалиции? Совсем недавно, неделю тому назад, как мы знаем, господин Борденс требовал увольнения министра экономики Рауфа Немира, но премьер на это не пошел, но ситуация была такая весьма напряженная. Ну, я как и говорю, в любом коллективе есть консервативные или либерали, да, каждый имеет право высказаться. То, что министрам каждым есть свое мнение, это хорошо, что не так, что один то, что говорит, то остальные говорят, это не так плохо. Это для нашей Латвии, для развития это лучше. И каждый тогда старается как-то, ну, уладить эти отношения. Я считаю, что эти отношения уладятся, и это зависит от каждого министра. Каждому министру надо подумать, что за его тоже есть или партии, или люди. И мы, как депутаты, имеем право тоже немножко, ну, подсказать, может, своим министрам, что, может, немножко спокойнее. Ну, я говорю, каждый имеет право, особенно консервативные у них есть такое, ну, может, чем они и шли и на выборы. Немножко такое, ну, настроение другое, как у других, может, партий. Да, ну, в принципе, я так понимаю, что вы настроены поддерживать правительство и с коалицией не собираетесь. Не, не собираемся, потому что мы понимаем, что в коалиции только можно сделать много работы, много обещанного для наших выбирателей, и только через коалицию действительно можно успешно работать во всех, во всех именно комиссиях. Да, вот все-таки вы упомянули Далгупил, все-таки вы оттуда, и приходится много ездить. Что касается Латгалии, ну, год от года одна и та же ситуация, называют депрессивный регион, но сейчас, по крайней мере, в отдельных городах ситуация все-таки заметно лучше, чем была еще недавно. И тем не менее, вот в чем, как вы видите, какие основные проблемы есть в Латгалии, что вообще правительство может сделать? Ну, во-первых, не только в Латгалии, в всех регионах, да, надо сначала понять всем и всему правительству, который мы это и добиваемся, что не только есть Рига, но и есть регионы. Если мы развиваем регионы, развивается и Рига. И мы, особенно Латгальские, от всех партий выбранные Латгальские депутаты, организовали именно под комиссию Латгальскую, да, и мы там очень много решаем проблемы, которые и относятся не только к Латгалии, да. Сейчас в комиссиях идет специальная экономическая зона, которая очень будет, ну, такая интересная для наших инвесторов. И я считаю, что это будет немножко такое, как, ну, развитие, да, развитие Латгалии. Идет много разных, ну, таких законов, которые помогают, помогают, и, конечно, может, и этот самый Брексит немножко обратно наших людей может как-то мы можем достать из Ирландии, может, и из Англии, да. И много разращается обратно, и хотят здесь что-то, какие-то бизнес развиваться, и в Латгалии даже. Да, вот еще такой, наверное, вопрос важный. Что касается КПВЛВ, вот прозвучала такая информация, что КПВЛВ обдумывает, стоит ли вообще участвовать партии на внеочередных выборах в Рижскую думу, с чем это связано. Потому что, наверное, для любой партии участие в выборах – это один из таких основных элементов вообще жизни партии. Ну, мы про это думаем, но я считаю, что нам не главная Рига, нам регионы, да, и мы готовимся. Мы сейчас развиваем наши, именно в регионах, отделения, да, и работаем, уже успешно работаем, уже собираем программы, да, думаем, с кем идти в общий список, именно в регионах. Пока про Ригу мы думаем, про регионы мы каждые будем участвовать, каждый, который есть в крае, да, в каждый край. Позиция вообще КПВЛВ, вот вы заговорили о регионах, позиция КПВЛВ по административной территориальной реформе, как мы знаем, целый ряд краев, властей, ну, крайне недовольны вот этой нарезкой, которую предлагал господин Пуция, министр среды регионального развития. Вот какова позиция КПВЛВ, потому что, ну, в общей сложности где-то будет 39-40 самоправлений, останется и 119. Мы за сильные регионы, потому что в сильных регионах только можно развитию, особенно это в Латгалии касается, там не очень много споров есть именно в Латгалии, но я считаю, что всё-таки, если какая-то карта была сначала, если мы сейчас начнём опять делиться по маленьким кускам, то это ни к чему хорошему не приведёт. Если мы планируем как второй уровень, это планошение с регионами, тогда больше акцент ставить на регионовое планирование, и больше разные инвестиции, и где школы будем развивать больше, где высшее образование, где то же самое полиции, ну, все или там пожарников и так далее, да, пожарных, да, всё вот это, если регион планирование планирует, тогда они на месте лучше знают, да, где какое развитие должно быть в регионах. Тогда, я думаю, это самое главное, кто планирует и кто видит наше будущее. Если мы говорим об идеологии, ну, у каждой партии должно быть эти идеологии, вот что вы, о чём вы договорились вообще на Конгрессе, потому что до сих пор, в принципе, не очень было понятно, вот какова идеологическая составляющая КПВЛВ, и многие считали, что это просто такая одна из новых таких популистских партий, и вот какова идеология вообще? Вы, не знаю, в центре, с краю, слева, больше к либералам себя относите, к консерваторам и так далее? Мы больше относимся к либералам, но самое главное нам сейчас идти спокойно, думать про наше будущее, да, общим силам думать про наше будущее, наше развитие. Это самое основное, и сейчас новая, значит, управа будет это решать, куда мы идём, какие у нас цели, и если цель только на будущее, это самое главное. Да, вот ещё, если мы говорим о министрах, которые от КПВЛВ работают, вот всё-таки на ваш взгляд, в чём проблема? Недостаточность, опыт министров, или они не чувствуют вообще поддержки во фракции? И какова ситуация, на ваш взгляд? Я думаю, что во фракции мы всегда своих министров, если мы их выбрали, значит, это наши министры, и нам всегда поддержка нужна, а им нужна наша поддержка, да, и без нашей поддержки, я думаю, что им невозможно вообще работать. И поддержка нашим министрам есть, и, может, немножко опыта некоторым нет, но я считаю, что опыт всегда с годами только, и главное, что они сами хотели быть хорошим министром и действительно думать про как больше благо народа работать. Да, но мы знаем, что до того, как были исключены из фракции Кайминщ и Брумбекс, ещё четыре депутата, там одного исключили, трое у Слиссами, вот, включая Линду Лепеню, господин Гобземс, ну, Гобземс уже заявил, наверное, о том, что он хочет создавать свою партию, тем не менее, вообще, насколько есть какая-то вероятность, что эти депутаты как-то вернутся во фракцию КПВЛВ, где у вас здесь чека осталось всего, или каким-то образом вы наваляете с ними диалог? Ну, это от них зависит, если они увидят, что партия развивается дальше, есть очень хорошие месте, кто работает, мы, депутаты, тоже 10 штук, очень успешно работаем, и в комиссиях, и так само в коалиции, и во фракции. Я думаю, что если они захотят, они вернутся. Что касается общения, вот, ваше с избирателями, ну, мы знаем, что до выборов был очень активный диалог, сейчас очень многие избиратели, включая граждан Латвии, которые проживают в Великобритании, в большом числе они голосовали, как мы знаем, за КПВЛВ, как вообще сейчас происходит общение, вот, диалог с избирателями, потому что вы говорите, что ваши депутаты успешно работают в комиссии, ну, может быть, это и хорошо, но простым людям, что с этого, что вы успешно там работаете? Ну, я как рассказывала, что я в Латгалии, да, своим выбирателям, и в Даткоме у нас есть телевидение, да, где раз, минимум два раза в месяц и рассказывают, да, что мы делаем, какие работы, так само мы очень много сейчас решаем проблему про Далгопилс аэропорт, да, так что это тоже наша под комиссией, именно основная работа, сейчас уже 100 тысяч есть с бюджета именно для проектирования аэропорта Далгопилса, так что и то, что в Ирландии может, смотря какие они смотрят СМИ, да, если СМИ показывает больше, что партия разваливается и так далее, да, ну, это неправда, наша группа, да, наши депутаты были недавно, встречались перед Новым годом с выбирателем, и они поедут часто туда и будут объяснять, и тоже в всех регионах происходят встречи с избирателями, да, и в Курзе, и в Видзе очень успешно, и эту неделю тоже планируется, так что каждую неделю есть встреча с выбирателями, и мы это объясняем. Я тоже в Далгопилсе иду во своих обществах и рассказываю, что именно мы, какие законы исправляем, какие законы дальше, чтобы было бы развитие Латвии и регионов. Да, что касается Далгопилса, еще, наверное, такой вопрос не могу не задать. Мы знаем, что совсем недавно была такая тревожная ситуация по поводу того, что хотят Далгопилсу лишить, Далгопилский университет, один из старейших, вообще в Латвии лишить статуса университета. Ну, пока вроде бы с министром госпожой Шуплинской удалось как-то договориться, что вот такие радикальные реформы не будут происходить. Вот что там происходит вообще? Да, там действительно хотели немножко поменять статус, но 3 марта мы тоже встречаемся именно в Латгальской подкомиссии, да, этот вопрос мы будем поднимать в высшем уровне, и тоже нам надо смотреть по регионам, да, какие высшие образования, учреждения мы оставляем именно в регионах, да, какие может в Риге, потому что не каждый родитель или ребенок может попасть в Ригу, да, и мы своих учеников, своих молодежь хотим учить там на месте, да, и нам самое главное это Резакно и Далгопилс, у нас очень хорошее высшее учреждение, так само очень сильные есть пару техников, которые мы видим в развитии, и вот именно с регионом планирования мы хотим вот эту такую систему немножко, ну, во-первых, удержать и укреплять. А что касается вот этих вот краев, вот, которые находятся вокруг, допустим, Далгопилс и ваш родной, да, по-моему, Вишка-Пагас, да, что там происходит, ну, конечно, когда мы смотрим демографически, такая ситуация совсем удручающая, народ выезжает, остаются в основном пенсионеры, что вообще происходит, как все-таки обеспечить это реальное развитие региона? Ну, во-первых, что я работала в Риге, в комиссиях, я вижу, как приходят чиновники, и чиновники все делают, чтобы все учреждения в регионах сократить, да, и мы автоматически, да, это делаем, что все уехали бы с регионов, да, в Ригу, потому что даже в Риге им предлагают работу, а в регионах не предлагают. Это самое обидное, что именно чиновники вот это такую политику ведет, что больше есть развитие, если вы будете около Риги, да, ну, Рига не вся Латвия, Рига или Латвия не заканчивается около Яихопилса, заканчивается именно Карсово, Краслово и так далее, да, и там есть молодежь, там есть очень умные люди, и нужна наша поддержка, и мы это делаем. И если чиновники поймут, что вся Латвия должна развиваться одновременно, вся Латвия должна действительно быть то же самое, и ученики, если они будут чувствовать в регионах, что у них есть очень сильные школы, где они очень хорошее образование получают, они не поедут в Ригу, да, это просто был, может, такой бум, что обязательно мне надо учиться в Риге, да, обязательно мне надо ехать, работать в Ирландии или там в Голландии и так далее, да. Это неправда, сейчас очень много молодежи уже думает, как на месте развивать свой бизнес, и это только, ну, сами они решают, где им лучше жить. Да, поскольку вы работаете вот в народно-хозяйственной комиссии, один из таких больных вопросов, решение которого ждут, наверное, все жители Латвии, особенно, наверное, предприятия, которые платят ежегодно эти огромные суммы в рамках ОИК, это и ответственность как раз министра экономики. Как вы прогнозируете вообще в этом году, будут какие-то инициативы, которые реально бы позволили ликвидировать эту систему ОИК? Ну, совсем ликвидировать это невозможно, потому что, действительно, там очень это серьезно, но уже в прошлом году из-за ОИК, да, 35 миллионов было уже в бюджете, ну, лишних денег, которые, ну, определились от министерства именно в АЛТУ, банк, да, где могли уже молодые семьи покупать квартиры, да. То есть, фактически за счет этого, да? За счет этого, да. Сейчас Энергетикс Лейкомс тоже уже пошел, да, и там очень сильно будет смотреть, как работают эти электростанции, да. И если будет какие-то, ну, значит, несоблюдание законов, будет остановиться эта станция и будут отбираться все вот эти, которые идут в государство субсидии. Так что это очень сильно министерство контролировать будет, да. И я считаю, что уже есть намного, ну, я думаю, на 10-15% уже сокращение вот этих наших счетов, да. Я уже вижу по своей хозяйстве, что экономия есть, да. И садовый стейкл тоже уже уменьшили эти свои, да, такие, ну, как сказать, цены, да. Так что есть, но сразу ликвидировать все, это было бы очень хорошо, но это могли бы и прийти к другим немножко, ну. Да. Могут ли быть все-таки сложиться какие-то обстоятельства, которые бы, не знаю, заставили депутатов КПВВ сказать, что нет, дальше мы так вот на таких условиях, в такой ситуации работать в правительстве не можем, мы выходим. Может ли быть такая ситуация? Ну, в любой партии, любой, не только КПВ, да, может и быть и в концертивных, и других, да. Ну, это действительно, ну, если очень что-то глобально происходит, но пока мы про это не решали и не думали, мы знаем, что надо работать с коалицией, мы это будем делать. Вот, ну, рейтинги КПВВ такие, какие есть, сегодня не превышает 2%, вот все-таки на ваш взгляд, вы, наверное, анализировали это и на своем конгрессе, вот в чем причины? Это затяжной конфликт с господином Каменщем, не знаю, ситуация вокруг Немира, Рябинка, вот, все-таки на ваш взгляд, с чем это связано? Это связано, да, что очень долгое время были разные мнения, да, во фракции, как Каменщ, так и остальные депутаты, и просто это все время СМИ показывало, это потому и рейтинги падали, да. Ну, я считаю, что сейчас все успокоится, успешно будет работать новый состав, именно ВАЛДА партии, и я думаю, рейтинги не только зависят от внутренних, что там происходит, а как мы основные депутаты, как наше отделение работает. – Есть ли какое-то представление, сколько вообще сегодня членов партии в КПВЛБ, сколько это? – Ну, пока было 600, да, 600 членов партии, ну, приходят к нам. – Но отделение есть по всей стране? – Есть по всей, да. – Во всех регионах? – Да, во всех регионах. – Что касается, действительно, сейчас мы знаем, вчера буквально прозвучали разные идеи, так как это еще, конечно, проект налоговых изменений, там, кстати, фигурирует и упомянутый вами 5% ПВН на продукты питания. Вообще, какова позиция КПВЛБ в налоговой политике? Что вообще, на ваш взгляд, надо менять, что вас категорически не устраивает, а что вот должно быть? – Ну, в комиссиях работает нам много наших членов партии, и, так само, и депутаты, как АТС, и другие. И я думаю, что, ну, во-первых, что меньше, ну, что больше осталось именно малоимущим в кошельке денег. Это самое главное, да. Необлагаемый минимум, это обязательно повышать, да. Ну, и, конечно, минимальная зарплата, да, должна быть 500 евро, который, ну, тогда немножко-немножко, если продуктом мы, основным продуктом 5%, ПВН тогда это было бы очень хорошо. И еще самое главное, на что мы работаем, это тоже понижение ПВН на лекарства, да. И, вообще-то, открыть рынок, да, рынок лекарств, и тогда должны цены снизиться. Вот это самое главное, на каких основных работах мы работаем. Угу. Я так понимаю, что как раз сегодня СЕМ будет решать, ну, фактически понятно, какое будет решение о распуске Иерусской думы. Я так понимаю, что КПВЛВ тоже все-таки склоняется к тому, чтобы поддержать распуск. Да, потому что в сравнении в прошлый раз, да, действительно, мы не видели, что есть какие-то проблемы насчет… Вывоза мусора, да? Да, да, вывоза мусора. И потому, ну, наше основное такое было мнение, что мы не видим проблемы в Риге. Ну, сейчас уже мы видим проблемы, что сами они себе уже распустили, да, они уже три раза, даже четыре раза не могли никак собраться. Во-первых, что они работают на 12-ю часть бюджета, да, они не могут… Единственные, которые не приняли бюджет, и это уже опасность для Риги. Поэтому распуск Рижской думы обязательно должен быть. Вот мы знаем, что представители правления КПВЛВ избрана от языка артистов. Есть ли какие-то планы по привлечению каких-то новых лиц? Если мы насчет новых лиц уже работаем, да, в отделениях мы уже давно, уже полгода про это думаем, именно чтобы нам развивать в краях, да, наши вот эти отделения. И у нас есть сильные люди, которые хотят работать в краях, которые понимают, что там лучше сделать для развития края своего и так далее. Есть ли какие-то вещи, которые сейчас вас, как депутаты от КПВЛ, очень тревожат, не знаю, в деятельности правящей коалиции, или пока вы считаете, что вот, в принципе, правительство этот год работает достаточно хорошо? Ну, всегда я говорю, что правительство работает так, как есть возможность. Пять партий – это не хуже, потому что это всегда будет решение, ну, справедливое для народа, потому что если две партии или, не дай бог, одна партия была бы, тогда уже для народа было бы то, что партия сказала, то и будет, да. Здесь есть разные мнения, каждый представляет своих выбирателей, и это приводит всё-таки каких-то нормальных решений. И самое, конечно, моё такое, ну, может, боль, что именно налоговая система. Налоговая система должна быть справедлива, что каждый, который особенно работает в регионах, потому что в регионах у нас нет оборота такого, как около Риги или Рига, да, у нас действительно меньше жителей, так само и, значит, способность продукции, ну, например, как я произвожу сельхозпродукцию, да, или я произвожу сельхозпродукцию около Риги, да, или в регионах, это уже есть немножко, ну, такое, ну, старпейба, как сказать. Разница, да. Разница, да. Да, и если налоги немножко, ну, были бы по регионам, может, даже, да. То есть фактически локальность. Локальность, да. Другие, да. Тогда люди не уезжали бы ни за границей, ни работать в Риге, да, они старались там самое развиваться в регионах, да. Вот поскольку вы работаете в комиссии по долгосрочному развитию, такой, может, последний вопрос, все-таки на ваш взгляд, что вот сейчас самое важное для развития регионов, не знаю, дороги, не знаю, привлечения инвестиций, хотя с этим, наверное, тоже возникнут проблемы, еврофонды эти уже фактически закончились, новых еще нет. Ну, про новые решают, вы знаете, что сейчас в России должны следующую неделю уже принять, и там тоже они хотят немножко, так как сельхоз, да, эти наши субсидии снизить, но не дают другие страны, и слава богу. Ну, я думаю, что самое главное, что развитие, это что в НАПе, да, от 2021 по 2027 году мы четвертый такой, ну, основной цель – это регионы, да. И если мы эту цель добились, это значит, что какие-то фонды и все структурные фонды все-таки будут делиться на две части. Это Рига и остальные регионы. И тогда больше будет развитие именно в регионах, да, это значит, что мы могли бы эти деньги для дорог, но не только, да. Ну что ж, пожелаем успеха, все-таки КПВЛВ в этом, в рестарте или в выздоровлении, посмотрим, что дальше будет происходить. Ирина Куситая у нас была в студии депутат Сима от КПВЛВ.